Взаимоотношения, близкие отношения Души и Бога проверяются и испытываются в течение жизни, когда Душа попадает в разные обстоятельства. Смарана — памятование о Боге. Шравана — постоянное слушание. Киртана — постоянное воспевание. Думаешь, у тебя много таких вопросов, много таких вопросов. Вопрос один. Проблема одна. И в чём она? Ты не танцуешь в их стать. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Aum Aum DimaTorzok 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 Бога, как Брахмана, Бога, как Багавана, Ишвары, то есть Шивы, Шакти, его энергии, избранного божества, Даттетреи, а также святых гребоприбежища. Все это Шравана. Шравана — это не только прояснение Вивека, но и слушание о величии и качествах Бога. И всю свою жизнь надо сделать слушанием Шраваны о величии и качествах Бога. Панчаратна — пятеричная драгоценность, в которой мы имеем прибежище. Триратна, троличная, трехчастная драгоценность. Это означает жить в семье Бога и Богини, в семье Шивы и Шакти, внутри санги, исследовать Гуру и Дхарми. Путь преданности означает всегда думать о Шиве, о Боге, всегда размышлять о Нем, всегда медитировать о Нем, всегда быть преданным Богу и Его энергии, внутри санги, следуя пути, дающемуся Гуру и Дхарми. Поклоняться, делать подношения, пребывать в умонастроении слуги, в умонастроении самоотдачи и проводника божественной воли. Воспевать, восхвалять, петь баджаны, есть освященный просад. Все, что связано с Богом, все, что связано с нами, освящать, принимать как просад. О Шамхум, дарователь счастья всему миру! Этот поток неземного блаженства, что черпает всю славу из реки Твоих святых лил, течет в озеро моего ума через канал интеллекта, смывая пыль грехов и охлаждая жар страданий, отскитания в бесконечных циклах перерождений. «Я созерцаю в своем сердце высшего Бога, Шиву, Благого, Трехокого, Свет Бытия, познаваемого посредством вет, сияющего в сердцах существ, разрушителя трех городов, первого среди всех, того, кто величаво несет огромную джату спутанных волос и украшен гирляндой извивающихся змей, чьей руке резвится лань, кто полон сочувствия и милосердия ко мне, владыку всех существ, опору чистого сознания, неотделимого от Божественной Матери, великого Бога всех богов, облачившегося в мирские одежды». «В этом мире существует множество богов, вознаграждающих своих почитателей различными дарами, но даже во сне я не придаю и малейшего значения поклонению им, а также результатам такого поклонения. «О Шива, Шамху, Ты — воплощение всех богов и один дарователь счастья, позволь мне всегда пребывать у Твоих лотосных стоп, труднодостижимых даже для Вишны и Брахмы, живущих в непосредственной близости от Тебя». «Я не знаток законов и всевозможных наук, древних мифов и сакральных текстов вет, медицины и астрологии, хвалебных песнопений, поэзии, музыки, танца и буфонады. Как же тогда правители могут быть довольны мной? Кто же я? О Пашупати, владыка существ, известный своим милосердием, спаси меня, невежественного, подобного животному. Ведь Ты — один всезнающий и всепроникающий. О человек, что считает себя интеллектуалом! Будут ли дискутировать горшок, ком глины, атомы, дым, огонь, гора, ткань или нить перед ужасающим ликом смерти? Бесполезно! Тогда к чему драть своё горло в горячих спорах? Поклоняйся Богу вместо этого, и Ты быстро обретёшь высшее блаженство. О Бог, Ты — дарователь высшего блага всем мирам! Да будут всецело поглощены мой ум мыслями о Твоих лотосных стопах, моя речь — восхвалением Тебя, мои руки — поклонением Тебя, мои уши — святым словом о Тебе, мой ум — размышлением о Тебе, а мои глаза — неземной красотой Твоих форм. О Маха. Так Шанкара описывает состояние преданности как поглощённость у Бога. И в Чанраджня на Агаме описываются ачары, способы поведения, благодаря которым такая поглощённость достигается. линга-чара, сады-чара, шива-чара, ганы-чара и пхритя-чара. Вот восемь оснований сады-чары. Сначала они перечисляются, а затем расшифровываются. Сады-чара — восемь, шива-чара — семнадцать, ганы-чара — шестьдесят четыре, пхритя-чара — две. Так. Первое — анкура. Второе — утпанна. Третье — двидала. Четвёртое — праритха. Сапраканда, Самакхам шестое, Сапушта седьмое, Сапхала восьмое. Эти почитаемые основания сады-чары являются древами желаний для преданных, дающими желанный великий результат. Поведаю о банкуре, шиле основания ачары, являющейся семенем. Освещение собственного тела милостью гуру и очищением шести адхв именуется анкура. Освещение собственного тела милостью гуру и очищением шести адхв. Под адхвами имеется в виду или шесть чакр, или шесть мест на теле, когда выполняется шадан-ганьяса. Следующий. Живущий, с посвященной женой и детьми, садхакой, принимающий такой образ жизни, именуется утпана. Это для домохозяев. А для саньяси, соответственно, живущий в ачаре саньясы. Почитание шиваитов, ношение пепла, без сомнения, именуется двидала шила. Всех, кто предан Богу, даже если он еще незначительный и не обладает качествами, надо уважать, как минимум. Потому что это редкая, достойная, великая душа, которая вступила на путь Богу. И она достойна уважения, потому что в ней есть вера и преданность. Разумеется, тех, у кого есть истинная вера и преданность, даже если не хватает еще полностью святых качеств. Груджа, а как, например, определить, что у человека есть вера и преданность? Например, приходит человек, он вроде как интересуется, но как вот понять, что именно у него вера и преданность есть? Ну, вы можете посмотреть, что он длительное время практикует, что он более хорошо контролирует чувства, лучше, чем вы. Вы можете видеть тех, кто лучше, чем вы, что-то делает. Самоконтроль, самодисциплина, качество саттвы, длительное следование пути служения, практики, то есть постоянство, характер постоянства, это свойство саттвы. В раджусе такого невозможно. Это означает, у человека есть заслуги, у него достаточно веры и преданности, он достоин уважения. Например, кто-то вот 20 лет с Аниаси, кто-то 2 месяца. Наверняка, чтобы 20 лет пробыть с Аниаси, это какую-то небольшую веру надо уже иметь. Или кто-то сдерживает свои чувства, даже если что-то происходит, а кто-то вспыхивает быстро. Тоже признак самоконтроля. Это значит, вера сильная. И вот по таким разным свойствам саттху судят о других саттху. Постоянное созерцание величия религии Шивы и увеличение преданности именуется правритха Шила. Неприятие пищи, непредложенной ишталинги именуется сапраканда Шила. То есть сапраканда Шила означает всегда освещать еду, кушать только празад. Освещать еду, не есть пхову, мирскую еду. Мирская еда превращается в празад через ритуал освещения. То есть не есть то, что не предложено, то, что не освещено, то, что приготовлено без освещения или людьми, не пребывающими в чистой пхове. Потому что это войдет в вас, и вам придется потом внутри с этим иметь дело, вместе с вибрациями, которые эта пища впитала. Неприятие вещи, непредложенной ишталинги, и отвержение непреданности именуется сашакха Шила. Обет необладания означает, что даже вещи свои мы предлагаем Богу сначала, мы не считаем их себе принадлежащими. принимаем их по определенным правилам, носим по определенным правилам, то есть они предложены. отречение от отречения непредложенного Шиве именуется сапушпа Шила. То есть отречение от тапоса, который не предложен Богу. Мы говорили вчера об этом. Тапос еще должен быть благословленным. Он должен быть предложен Богу. А тот тапос, который не предлагается Богу, не благословленным, от такого тапоса следует отрекаться тоже, поскольку он от кармы, от эго. Даже в тапосе нужна преданность. Тапос без преданности заводит не туда. Например, человек решает без благословения паститься или делать какую-то тапасю такую. А каковы его мотивы? Почему он это решает делать? Может быть, им движет что-то другое, чем преданность? А когда преданность благословляет тапасю, мотивы всегда чистые. И вот от тапаса непредложенного шеве следует отрекаться, действовать в духе самоотдачи. И вот дух самоотдачи должен доминировать над тапасом. Потому что если дух самоотдачи не доминирует над тапасом, какая-то часть ума усиливается, но она не служит Богу. И йог следует какой-то своей частью ума. Созерцание единства гуру, джангам и линги именуется Сабхала-шилой, дающей все плоды. Гуру, святые, шива-лингам, шивы и шакти, чем быстрее мы поймем единство всего этого, единство с нашей душой, тем чище будет наше видение, тем ближе мы будем способны увидеть Бога. Если мы сильно разделяем, это не будет шивой, дающей плоды, Сабхала-шивой. Тот, кто обладает стойкой преданностью к этим восьми составляющих сада-чары, тот обретет все совершенства по милости Высшего Шамху. Так таковы восемь составляющих сада-чары. О Махадэва, Великий Бог, Ты, Пашупати, владыка всех существ. Так же, как первомутор по ошибке принимает за серебро, страз за драгоценный камень, воду, смешанную с мукой, за молоко, а мираж пустыни за воду, так и глупцы слепо поклоняются различным существам, как Богу, без мысли о Тебе. Недалекий человек, блуждая в поисках цветов для поклонения Тебе, направляется к глубокому озеру, пробирается сквозь непроходимую чащу леса, поднимается высоко в горы. Глупец. Он не знает, как обрести счастье в жизни, предлагая Тебе, супругу умы, ни с чем не сравнимый лотос своего сердца. Что с того, если суждено мне вновь родиться в образе человека или небожителя, дикого зверя или домашнего животного, комара или червя, в образе птицы или иного существа? В любом случае, мое сердце всегда будет биться в волнах высшего блаженства, благодаря постоянному памятованию Твоих лотосных стоп. О Шамху, дарователь всех благ, что помогает человеку на пути ученика, домохозяина, отшельника, нищего или находящегося за пределами этих четырех ашрамов. О Владыка всех существ, тот, кто веряет Тебе лотос своего сердца, тому Ты благоволишь отныне и берешь на себя заботу о всех его мирских делах. Имеет ли значение, где живет человек, в доме или пещере, на открытой местности или в лесу, на вершине горы, в воде или среди огней? О Шамху! Если сознание человека всегда пребывает у Твоих стоп, он всюду будет счастлив и известен как величайший йогин. Кто веряет лотос своего сердца Богу? Тот приобретает Вайрагию. Ему все равно, в каких условиях жить, как есть, что одевать, как к нему относятся. Обычно людям это не очень все равно, вообще не все равно. Из-за этого они готовы убивать друг друга даже. потому что у них нет Вивеки, нет Вайрагии. Войны всего мира ведутся за богатство, власть, положение, имя. Но только душа, которая отдала лотос своего сердца Богу, ей все равно. Это Вайрагия. Вайрагия означает, вы как обретаете начальный уровень единого вкуса благодаря самоотдаче. вы отдали лотос своего сердца Богу. И вы не обращаете внимания на материальные, мирские, вторичные условия. Вы принимаете все, как оно есть, естественно, приходит. Но вы не переживаете о ней из-за чего. Вы следуете Дхарпе, но не переживаете из-за чего. Иногда к вам хорошо относятся. Вы принимаете это в состоянии преданности. Но не сильно радуетесь по этому поводу. Иногда к вам плохо относятся. Но не в санге. В санге никто не должен плохо относиться. Но мало ли где-нибудь. Вы и это принимаете. Но поскольку лотос вашего сердца отдан Богу, это не проблема. Иногда у вас более хорошие условия, иногда менее хорошие условия. Например, в Девиалоке у нас было 300 гектар земли. Лес. Тайган. Неплохо в общем. Когда мы переехали в Молдову, мы искали что-нибудь такое за 5000 долларов. Какой-нибудь домик. Ну, в итоге у нас была шампан год. Но там было 30 суток. И 5 комнат. тоже в общем неплохо. Можно и так жить. Потом появился Тримурти. Тоже неплохой Аш. Отлично. Шива нас не забывает. Потом его пришлось покинуть. Тоже в общем. Главное, с Шивой мы нигде не пропадем. так или иначе ничего не меняется. Внешние материальные условия не оказывают такое фатальное влияние на Садху. Потому что он отдал лотос своего сердца Богу. О, повелитель всех существ, кому, как не тебе, спасти меня, дурманенного невежеством, валяющегося в мирской канаве, далекого от поклонения тебе? Где тот человек, что более несчастен, чем я? Где тот, что искуснее тебя спасения несчастных? И есть ли в этих трех мирах иное бежище, кроме тебя? О, Пашупати, ты царь, но в то же время известен как величайший друг несчастных, коими я руковожу. Нет ли в этом сходства между нами? О, Шива, благой Бог, если так, ты должен простить все мои проступки и всячески содействовать моему спасению, даже если это будет сопряжено с большими трудностями. Для этого везде есть возможность проверить наши близкие отношения. Не из-за равнодушия, так почему не уничтожишь ты те предначертания моей судьбы, что способствуют греховным желаниям и мешают постоянному созерцанию тебя. Не говори, что не можешь. О, Пашипати, не ты ли одним кончиком своего красивого округленного ногтя, как комара без особого усилия, прищемил крепкую голову Брахмы? Стоп. взаимоотношения, близкие отношения души и Бога проверяются, испытываются в течение жизни, когда душа попадает в разные обстоятельства. Шива легко отсек одну голову Брахмы. Кто знает за что? Брахма проявил эгоизм какой-то, по-моему, то ли волю Шива не выполнил. Точно не помню, что, но суть в том, что Брахма проявил эго и как бы по-своему захотел сделать. Так, хорошо, еще варианты. Там была, по-моему, история о том, что Вишну появился Шива-лингом, и Брахма и Вишну поспорили, кто из них найдет конец у этого Шива-лингома. Один пошел вниз в Вишну в форме варахи, Абрахма пошел вверх. Вишну честен был. Честен был. Он сказал, что... В форме вепря не дорыл. Не дорыл, да. Абрахма солгал. Мало того, он еще подговорил цветка. Цветок лжесвидетельствовать. Там был цветок, не помню его название, подтвердить его слова. Китаки. Как? Китаки. Да, Китаки. Что потом и цветку досталось. Да, это еще один такой вариант. Да. Так, Брахма не нашел конца, верхнего конца Шива-лингама, хоть он путешествовал на лебеди к нему. Тогда пятую голову пришлось потерять. Шива очень могущественно одним движением мизинца ему эту голову убрал, уменьшил ему мерность, так сказать. И Шанкара говорит, вот ты даже Брахму так вот можешь облагодействовать. Почему бы тебе так же легко вот мои клеши, мои грехи одним мизинцем не убрать? Прояви, покажи наши близкие взаимоотношения, что ты так заботишься обо мне. Ведь ты всемогущественный. Почему ты одним мгновением мою карму не можешь вот так легко растворить? О, Благой Господь, даруй веринчи долгие лета, пожалей его остальные четыре головы. Ведь если бы не верк он страдания массу существ этого мира, разве был бы у меня шанс стать спасенным твоим милосердным взглядом, который по своей природе имеет цель освобождения несчастных. О, всепроникающий Господь, почему, даже когда ты доволен мной, благодаря моим праведным трудам или просто из милосердия ко мне, я все равно не могу лицезреть твои святые лотосные стопы? Их застят золотые короны, усыпанные драгоценными камнями, принадлежащие множеству небожителей, волнений, распростершихся перед ними. О, ши! Что это за золотые короны множества небожителей, которые закрывают свет божественного? Это заслуги внутренние божества, состояние ума и состояние души, на которое душа обращает внимание и которое закрывает истинный свет божественного. Короны сансарных богов своим блеском душе не дают видеть истинное сияние Бога. Поэтому вивека заключается в том, чтобы смотреть на это сияние, а вайраги в том, чтобы отрекаться от блеска корон сансарных божеств, от внутренних состояний души. О, Шила, ты единственный, кто может даровать людям освобождение, высочайшее из всех благ. Только тебе поклоняются боги, подобные Вишну, занимая небесное положение, дарованное тобой. Твоя щедрость к преданным безгранична, но безграничны и мои мирские желания. Когда же придешь ты, чтобы спасти меня своим милосердным взглядом? Заметили, да? твоя щедрость безгранична, милость безгранична, Шива, но и безграничны мои мирские желания. Одна безгранична и сталкивается с другой. Дело в том, что человек это Джива и Атман. Джива Атман. И Атман является частью Шивы, является его чистой частью. То, что является Дживой, является прокрити, материальной природой. А материальная природа безгранична. И чтобы открыться божественной милости, надо взойти на корабль преданности и плыть на этом корабле преданности. когда вы получаете дикшу, вступаете в сангу, в дхарму, в прибежище, вы садитесь на этот корабль преданности. Вопрос, чтобы постоянно плыть на нем дальше. Мирская жизнь полна порочными желаниями. Она источник греха и причина всех несчастий, приводящая к рабству и сулящая различного рода беды. О, Бог, скажи, почему и ради чьей выгоды не исцелишь ты меня до сих пор от этого страдания? Если же все это твоей забавы ради, я буду только счастлив. О, Господь Благой и Всепроникающий, носящий чашу из черепа, чьей божественной игрой лилой стало нищенствование, прими эту обезьяну моего ума как подношение тебе, свяжи ее шнуром преданности и оставь под своим неусыпным взнадзором. Чрезвычайно упрямая и своенравная блуждает она неустанно в лесу невежества, танцуя на вершинах грудей молоденьких красавиц, беспорядочно прыгая с ветки на ветку мирских желаний. О, Шива, Благой, Властелин миров, разрушитель самсары, сопровождаемый небесный свитый Шиваганов. Довойдешь ты вместе со своей шакти и поселишься навечно в сияющем переносном шатре моего ума, который изо дня в день устанавливаю я на царской дороге божественного созерцания. Какова свита Шива? Ганеша самый главный его сын из его свиты и затем идет то, что он называет Паривара Девата божественная свита. И она состоит из девяти групп божеств. Первая называется Абхасвары, это боги, описанные в Ригведе. Вторая группа Адитии, от семи до двенадцати, боги небес, тоже боги, описанные в Ригведе. Третье семейство божеств, свиты Анилы, божественные ветры, подчиняются Ганеше и помогают Шиве. И четвертая группа называется Васу, группа из восьми или десяти божеств в Ядах и Пуранах, это боги земли. Пятая группа называется Вишвадевы, они управляются Индрой, тоже описанные Ригведе. Вишвадевы, значит, всепроникающие боги, которые занимаются многочисленными функциями во Вселенной, помогают душам при перерождении, разрешают какие-то конфликты, присматривают зачем-то, везде они распространены, похожи на ангелов в христианстве. Шестая группа называется Махараджики, тоже боги, описанные в Ригведе. боги воздуха. Седьмая группа называется Рудры. Это божества бури, ветра, грома, молнии. Восьмая группа Садхи. Рудры это одиннадцать марутов в основном. Восьмая группа называется Садхи, олицетворение ведических обрядов и молитв. Когда поются гимны, за ними стоят всегда Садхи. И девятая группа Тушита, боги небес Тушита. Боги Ригведы, их тридцать два или тридцать девять. Иногда они отождествляются с двенадцатью одиттями, сыновьями Праджапати Крату. Все это общая свита Шива, в центре которой Шива выседает на лотосном троне. Опорой тому шатру стала крепкая воля, а прочными веревками гуны, пестрые цвета его, многочисленные устремления, а узоры лотосов чакры. О, всераспространяющийся дарователь благ, побуждаемый жадностью и другими пороками, порабощенный склонностью завладеть богатством, вор моего ума бродит повсюду, зад-вперед. Сагбенно вступая в дома богачей, как терпеть мне его, оповелитель воров. Прошу, смилуйся, возьми его под свой контроль и одари благодатью того, кто не повинен в этом. О, Шанкара, творящий благо, как пережить мне эти муки? Ты можешь возвысить меня до положения Брахмы или Вишну, но даже тогда не отыскать тебя, не будучи птицей в небесах, ни животным на небе. Прошу, удостой однажды и меня, всецело поглощенного поклонением тебе, вечным блаженством. Когда я уйду, промелькнув словно секундно громадной эпохи, охватывающей время жизни множества торцов, я окажусь на Кайласе во дворце из золота и драгоценных камней в непосредственной близости самого Господа Шивы, окруженного ганами, то со сложенными над головой руками, я так замолюсь ему. Спаси меня, о всеблагой и всепроникающий Бог, единый с Божественной Матерью, ты, повелитель всех миров. Когда же я могу узреть тебя, трехоково, синегорлого, восседающего на своем могучем быке, с боевым топором и ланью в руках, в объятиях умы и сопровождении небесных спутников и божеств, подобных Брахми, воспевающих хвалебные гимны в твою честь под громкие возгласы аскетов «Джая, Джая». О, Гериша, владыка гор, когда же увижу я тебя и обрету счастье, недоступное даже Брахми и другим богам, заключить в объятия твои святые стопы, прижать их к своему сердцу, лбу, глазам, вдохнуть их аромат, подобный благоуханию распустившегося лотоса. О, Гериша, что ценного могу я предложить тебе? Ведь ты удерживаешь золотую гору миру, словно лук в своей руке. Кубера всегда пребывает возле тебя. Ты, хозяин Сурабхи, небесной коровы изобилия, обладатель древа желаний Кальпатару и драгоценного камня Чинтамани, исполняющего все желания. Луна находится на твоей голове, а вся благодать пребывает у твоих ног. Поэтому прими мою душу. Это единственное достойное подношение тебе. О, господин Пховани, ритуальным поклонением тебе я обретаю подобие твоей формы. Воспевая хвалу тебе, я достигаю близости с тобой, общаясь с твоими благородными приверженцами и ассоциируя себя с ними, я достигаю твои небесные обители. Размышляя о твоих формах, составляющих все живые и неживые объекты этого мира, становлюсь единым с тобой. Так уже в этом воплощении я смогу достичь жизненной цели. Еще раз вот эту фразу сначала. Итак, здесь описаны различные виды мукти. ритуальным поклонением тебе я обретаю подобие твоей формы. Упасанной Шанкара говорит, обретаю сарупья мукти. Воспевая хвалу тебе, я достигаю близости с тобой. Киртанам, баджанам достигаю близости самипья мукти. Общаясь с твоими благородными приверженцами и ассоциирует себя с ними, я достигаю твоей небесной обители. Салокья мукти через гуру-йогу, через преданность святым, через преданность прибежищу, через общение с садху, в чистом виденье с самаями. Размышляя о твоих формах, составляющих все живые и неживые объекты этого мира, становлюсь единым с тобой. И, практикуя Брахма Вичару, обретаю саюджи мукти. Размышляя о твоих формах, составляющих всю Вселенную, то есть размышляя над качествами всеведения, всепроникновения, вечности, полной свободы, всемогущества и полнты. Так, уже в этом воплощении я смогу достичь жизненной цели. О, всепроникающий владыка миров, я преклоняюсь перед твоими лотосными стопами и всегда созерцаю тебя, высшее бытие. О, Шамху, дарователь счастья, учитель мира, веряю тебе себя и прошу лишь об одном, удостой меня своим милостивым взглядом, которого так страстно желают все боги, и надели меня знанием, дарующим вечное блаженство. О, владыка созданий, кто в качестве украшения носит полумесяц в своих спутанных волосах? Ты, Бог вселенной и учитель трёх миров. Шива — Бог вселенной, носящий полумесяц в своих спутанных волосах. Достаточно взглянуть на небо, и вы увидите полумесяц. Полумесяц сияет в тёмном небе. Символ пустоты, пространства, в котором нет субъекта и объекта. Поэтому всякий раз, когда вы смотрите на Луну, вы смотрите на Шиву. Личная, непосредственная, прямая связь с Богом — это результат преданности. Смотрите ли вы на еду и о чём вы думаете? Если вы думаете о Боге, еда становится милостью Бога, просадом. Смотрите ли вы на другого человека, если вы смотрите на другого человека, а думаете о Боге, то вы видите, как Бог посредством другого человека проявляет с вами милость или игру. Когда вы делаете севу, думаете ли вы о Боге, как послужить хорошо, или вы её делаете просто как что-то, ну, как работу, от которой побыстрее сделать, чтобы потом отдохнуть. Если вы смотрите как на служение Богу, вы наслаждаетесь севой. Сева просто вам экстаз даёт. Кто из вас наслаждается севой? Кто-то «О, ещё бы севу поделать». Вот вы должны научиться наслаждаться севой, потому что в себе это же служение. Сева предназначена для служения, а служение это связь, прямой канал, персональный канал связи с Богом, 24 часа в сутки. Но для этого надо по-настоящему служить, надо делать севу, чтобы она была принята, эта сева, в смиренном состоянии сердца, в самоотдаче, в желании по-настоящему служить тому, кому вы служите, Шиве, верховному господину, через там конкретику какую-то. Гурджи, а вот... Вы не должны думать о своей выгоде в севе. Думать о своей выгоде в севе выгубит дух севы, а думать о выгоде того, как ему будет лучше, а не как мне там что-нибудь. Гурджи, а вот если вот этот контекст брать, о том, что у вас она ведет к Сарупи муктия, а вот сева к какому муктия идет? Сева. К Самипья точно, к Салокья. Самипья, Салокья, и если на высоком уровне сева делается, то к Саюджи. Потому что сева приведет вас к божественной игре. А тот, кто пребывает в божественной игре, он в Саюджи находится. Для этого мы должны полностью убирать свое эго и чувствовать благодать, нектар, вдохновение, которое идет от сева, от служения. И когда вы почувствуете, что ваше служение принято, вы почувствуете прилив благодати. Если вы хорошо делаете севу, вы будете чувствовать, как благодать накапливается. И некоторые монахи пробуждали кундалини или получали опыты благодаря самоотдаче в севе. Просто хорошей самоотдаче, концентрация с полным отказом от себя, от своей эгоистичной мотивации, когда человек 8 часов, 12 часов в неэгоистичном состоянии. Грунджи, я хотел сказать, вот когда делаешь севу, нормально, спокойно, можно делать атмовичару, у тебя спокойно внутри, и ты можешь делать эту внутреннюю работу. А когда включается севу, и ты начинаешь делать, ты не успеваешь за этим. Приноделатель включается. Да, включается делатель, тогда уже беспокойство включается, уже не приносит такую благодать и спокойствие внутри, когда ты делаешь, чувствуешь, что ты делаешь. Искусство делать севу, это искусство отдаваться Богу в действии. Одно из самых сложных искусств. Поэтому не так легко оно не дается. Вот асаны легче изучить, пранаямы, чем севу овладеть, потому что очень сложно в поведении, в повседневной жизни быть в контакте с Богом. Это доступно только святым по-настоящему. Но мы можем двигаться к святости через принцип севы. О, если бы я имел тысячу рук подобно солнцу, чтобы предложить тебе изысканные одежды, и был бы как вишну, чтобы поклониться тебе с цветами. О, если бы я обладал ароматным дуновением подобно воздуху, чтобы овеять тебя благовониями и властью над огнем подобно индрии, дабы приготовить наивейдю для тебя, и был бы рожден в золотом яйце, как хиронегарбха, чтобы почитать тебя с необходимым сосудом, тогда, возможно, мое поклонение тебе было бы совершенным. О, Владыка всех душ, чтобы защитить живых и неживых существ, тех, что внутри тебя, и тех, что снаружи, ты не проглотил и не изверг, а задержал в своем горле тот ужасающий яд, что получили небожители. Но разве недостаточно этого величайшего поступка, чтобы раз и навсегда установить твое превосходство. О, Шамху, великая душа, источник всей добродетели, прошу, поведай нам о том, как смотрел ты на тот яд, неистово пылающий, подобно огню, бросающий в дрожь даже бессмертных небожителей, как брал и держал его в своей ладони. Правда ли, что он был в чаше из зрелого плода джамбу? Как затем ты поместил его на язык, точно целебную пилюлю ситхов и как носил его в горле, подобно драгоценному украшению синего цвета? О, Господь, повелитель всех, недостаточно ли для окончательного освобождения людям, таким же, как и я, хотя бы единожды преклониться перед тобой, совершить пуджу, услышать божественную историю о тебе, взглянуть или просто подумать о тебе? Как еще можно достичь освобождения? Если же этого недостаточно, к чему тогда тяжкие обеты и поклонение эфемерным богам? О, повелитель живых существ, насколько смелы твои поступки, может ли кто соперничать с тобой в храбрости или достигнуть положения, равного твоему? В то время, когда небожители теряют свое небесное положение, мудрецы, объяты страхом, а мировые системы сворачиваются до своего изначального состояния, ты один остаешься бесстрашным, преисполненным блаженства свидетелем космического распада, права. Кто я, чтобы просить тебя, несущего бремя ответственности за настоящее и будущее всего сущего, дарователя всех благ, душу всех когда-либо существовавших религий, всезнающего и всемилосердного? О, Шамху, ты всегда в моем сердце как самый близкий мне и родной. О, Господь, единый с Божественной Матерью, дабы осветить свое жилище, я, твой преданный, совершу очистительный обряд. Мантрой саттвы я освещу сосуд кумху своего умиротворенного ума, наполненный амритой радости и удовлетворения. Обвяжу его нитью преданности, ввожу в него листья твои священные стопы и выдружу сверху кокос знания. Так же, как боги, сбивая молочный океан, получили сому, кальпатару, сурабхи, чинтамани, амриту и лакшми, так и мудрые бахтая океанвет, используя в качестве мутовки свой добродетельный ум, а беззаветную преданность в качестве веревки достигают тебя. Того, кто пребывает в союзе с Божественной Матерью, кто, подобно древу желаний и коровье изобилия, исполняет заветные мечты, кто с ног до головы умощен желаниями, точно драгоценный волшебный камень, кто дарует вечное счастье, подобно нектару, и освобождение, подобно лакшми. Чтобы связь была установлена и благодать нисходила непрерывным потоком, чтобы душа установила связь со своей истинной формой сварупой. Сварупа это и атман с одной стороны, с другой стороны. Сварупа это чистая божественная изначальная форма, которая, как считается, потенциально весть внутри каждого человека, то, что называют тело света, которое достигается некоторыми святыми. Чтобы установить такую связь со своей истинной божественной формой, сварупой, надо опустошить сосуд, отбросить свое эго. В пустой сосуд вливается благодать. И постоянно отбрасывать свое эго, и на место эго проявлять преданность и осознанность джняну. Тогда постепенно благодать начинает изливаться, и сосуд начинает заполняться этой благодатью. Убирание своего эго тяжкий труд, тапасия, даже если вы не выполняете джапу, пранаяму, упасану, это тяжкий труд, потому что эго постоянно наседает, постоянно желает проявиться. И чтобы его убирать, надо быть очень бдительным, решительным, внимательным. Но даже если вы очень решительный, волевой и внимательный, и хотите убирать свое эго, все равно оно будет просачиваться, все равно оно где-то будет побеждать. И вот окончательно победить эго возможно только самоотдачей и преданностью, не личной волей, потому что личная воля человека ограничена. Только Шива может решить вопрос эго. Воля может на некоторое время заблокировать эго, да, но окончательный вопрос эго она решить не в состоянии, потому что она тоже является частью этого эго. Но преданность решает этот вопрос, дух самоотдачи решает этот вопрос, если вы живете, служите, практикуете в духе самоотдачи, вы обнаружите, что как-то вам удается справляться с этим эго. Каким-то волшебным образом вам это удается. Это потому что в состоянии самоотдачи Бог и Божественная благодать берет на себя заботу о вашем эго. И оно мягко его отодвигает, мягко усмиряет. Однажды поняв этот принцип следует всегда на него опираться. И внезапно вы увидите, что не такое страшное и сильное это эго, не такая уж и сильная это карма, что все это превосходно плавится духом любви, преданности к Богу и духом самоотдачи. Главное не забывать никогда об этом духе и поддерживать его в себе. Пока вы не забываете поддерживать в себе дух преданности, любви и самоотдачи, эго над вами не властно. Вы вне его юрисдикции. Оно ничего вам не может сделать, оно не может к вам приблизиться. Так же, как океан поднимается, когда на небе зажигаются звёзды, и благоприятная полная чистая луна, отмеченная знаком оленя, рассеивает мглу, появляется из-за восточной горы. Так неописуемое блаженство переполняет всяческие границы, когда ты благоприятный, чистый и совершенный в союз с Божественной Матерью, держащей лань и разрушающей тьму невежества, проявляешься в сердце, и из-за горы добродетели, приобретённых в прошлом, появляются твои сладостные очертания. Несомненно, это удел мудрого. Богу садху в сердце, Богу садху снаружи, Бог в его комнате, в его мыслях, в его просаде и в воде, что он пьёт, в ритуале, в чётках, в упасане, в садхане, в служении, во взаимоотношениях. Все аспекты жизни должны быть пронизаны Богом. Как пронизать все аспекты жизни Богом? Мастерам созерцания достаточно ничего не делая, расслабляться в естественном состоянии. И это будет происходить. Но пока вы не достигли такого уровня, вы должны прилагать усилия, чтобы пронизать свою жизнь Богом с помощью джапа. Если джапа мантра смарана памятование о Боге, шравана постоянное слушание, киртана постоянное воспевание, пада служение лотостым стопом, дася умонастроение слуги Бога, проводника божественной воли. Вандана вознесение молитв постоянно вас сопровождают, вы напитаете свою жизнь Богом. Когда ваша жизнь будет пронизана Богом, больше не будет места ни сомнениям, ни неправильным взаимоотношениям, ни выяснением взаимоотношений, ни цеплянием, ни привязанностям, ни мерзким желанием, ни отвлечением, ни клешем. Все это отойдет в сторону. Вы просто будете заливаться, заливаться благодатным потоком. Также, как во владении хорошего правителя всегда царит справедливость, просвещенность, всеобщее благоденствие и радость, так и ты, благотворимый царь царей, владыка освобождения, когда господствуешь в лотосе моего сердца, свет хармы, добродетели, торжествует в нем, и мои грехи истощаются, страсти ослабевают, жизнь становится счастливой, а знание плодотворным. о богаван, владыка миров, когда с помощью водяного колеса интеллекта и сосуда слов чистые воды божественных историй садашивы орошают поля сердца, посредством многочисленных каналах поэзии, посев риса преданности, сулит обильным урожаем. Где теперь страх голода для меня, твоего иждивенца? Омритюнджая, разрушитель смерти, для уничтожения грехов и достижения освобождения я прошу язык восхвалять тебя, ум медитировать, голову склоняться, ноги совершать продакшену вокруг тебя, руки поклоняться, глаза смотреть на тебя, а уши вынимать твоим лилом. Повелевай этими моими стараниями и напоминай мне о них, да не стану я безмолвным. О Бог, любящий проживать в крепостях, поселись навечно в неприступной цитадели моего ума, у которой покой и тишина, её глубокий ров, несгибаемая воля, высокие стены, растущие добродетели, её верная армия, сильные чувства, крепкие ворота, а знания, её изобилующие закрома. О, Гириша, первобытный охотник, перестань бродить туда-сюда и иди ко мне, ведь в лесу моего ума много хищных животных, подобных зависти, безрассудным страстям и прочим. Истреби их всех, удовлетворив тем свою любовь к охоте. Как лев свою добычу ты держишь лань в руке. Как лев прежде убивает вожака среди слонов и тигров, ты уничтожаешь огромных чудовищ, явившихся в обличии слона и тигра. Как лев в своём лесу ты истребляешь всех существ в конце жизненного цикла. Когда светлый образ Гириши Петеликова в высшем смысле походящего на льва пребывает в пещере моего сердца, откуда взяться в нём смятению и страху. Спокойствие, удовлетворённость, радость, счастье, блаженство, свойства тех, кто всегда памятует о Боге. Вы можете сделать эксперимент. Когда вы говорите о Боге, никаких проблем не возникает ни с кем, если вы правильно это делаете. Как только вы начинаете говорить, обсуждать других, ещё что-то, сразу начинаются какие-то нити энергии. Когда вы думаете о Боге, всегда всё хорошо. Когда вы начинаете думать о небожественных энергиях, каких-то двойственных состояниях, ситуациях, о самом себе, о других, сразу начинается что-то не то, не те энергии. Когда вы делаете для Бога, служите Богу, всегда всё хорошо. Когда вы что-то делаете для себя, включаются какие-то другие энергии. это принцип. Когда вы действуете в Духе Бога, приходит чистота, благодать и игра. Вы начинаете прозревать иллюзорный характер всех явлений, пустотный характер всех явлений, чистый, священный характер всех явлений. Вы начинаете прозревать величие, дивья бхаву, пронизывающее мироздание. Вы начинаете чувствовать нисходящую силу, ануграха шакти, которая сопровождает любой акт восприятия. Пробуждаются естественные чистые видения, и даже вы можете прозревать светоносность всего происходящего. И такое видение дарует равностность, единый вкус, когда всё всегда видится в Боге, божественно. всё всегда едино с умом, единое сознание, ваш ум, ум, шивы и умы других. И в таком состоянии легко делать брахмавичару, исследовать Бога, памятовать Бога, сосредотачиваться, легко воспринимать Бога и все силы, как его энергия. И вот этих 12 состояний, 12 умонастроений, соответствующих 12 санкальпом, всегда должны сопровождать ваше сердце. Атмавичара даёт наблюдение обнажённым осознаванием. Когда памятуете о Боге, возникает санкальпо сон, восприятие иллюзорности. Когда памятуете правильно о Боге, созерцанием переживается пространство, видится мир как пустотный, как иллюзорный, переживается божественное величие, божественная гордость переживается в иллюзорном теле, а божественное величие шивы переживается снаружи всегда. Чистое видение и светоносность всегда переживаются, когда вы памятуете о Боге. Единый вкус, единство всего с сознанием тоже переживается всегда, стоит памятовать о Боге. Брахма-Вичара, переживание божественной игры и его энергии шакти. Тогда йогин переживает восторг, экстаз, счастье. И у него возникает желание прославлять Бога, восхвалять Бога. И иногда ученик приходит к гуру, говорит, гуру, у меня вот такие проблемы, у меня вот это, у меня это. Гуру говорит, не-не-не. Это не причина твоих проблем. Думаешь, у тебя много таких вопросов, много таких вопросов. Вопрос один. Проблема одна. И в чем она? Ты не танцуешь в экстазе от Бога. Все. А других нет. Если ты танцуешь в экстазе от Бога и поешь в экстазе от божественной благодати, ты забудешь обо всем этом. Гуру говорит, танцуй и пой в экстазе, как я. И все. В чем проблема? Ты не можешь? Так учись. Не морочь себе голову всеми другими проблемами. Они никогда не кончатся. Никогда. Вместо этого просто учись петь баджины, танцевать в экстазе в душе. Не обязательно физически танцевать. Но в душе это состояние благодати. Все. И все проблемы тебя покинут. Танцуй с утра до вечера. Пой с утра до вечера. В душе, по крайней мере. Памятуй о Боге. А если ты памятуешь о Боге, ты не можешь ни петь, ни танцевать от счастья, от восторга. Потому что само одно памятование делает тебя счастливым. А если ты счастливый, тебе хочется прославлять и восхвалять Бога. Так что тебе еще делать? Все. Вот и восхваляй, вот и прославляй Бога. Но когда ты сильно на себя обращаешь внимание, то ты на других обращаешь внимание. Возникает привязанность, взаимоотношения, запутанность. Это что? Это ты забыл о Боге. Ты забыл, что надо прославлять Бога, восхвалять Бога. Надо танцевать в экстазе, петь в экстазе. Так занимайся этим. Не занимайся ерундой. Все остальное просто ерунда. Кармическая ерунда. То, что у нас граммия катха. Деревенские разговоры. Не обращай на все это внимания. Вообще, выбрось это из головы. Пусть только Бог будет в твоем сердце. Пусть только Бог будет на твоем языке. Пусть только Бог будет перед твоими глазами. И для Бога ты делай что-то своими руками. Чтоб тело задействовать в этом. И все будет хорошо. С утра до вечера. Думай о Боге. Прославляй Бога. Восхваляй Бога. И тогда прославление, восторг, восхищение, экстаз. Такие бхавы посещают йогины. Божественные откровения приходят. Переживания слоев божественной непостижимости. Ведомость божественной воли. Проникновение в божественный промысел. В божественные тайны мудрости. Такие глубины души открываются. Просто как результат памятования о Боге. Но сначала надо небольшое усилие. Сначала надо душе напоминать. Ум думай о Боге. Не отвлекайся. Думай о Боге. Восхваляй Бога. Служи Богу. Пой для Бога. Читай Бога. Отклоняй развлечения. Дорожи памятованием о Боге. О царственная птица моего ума! Остань свои щетные блуждания и поиск и поселись навеки, веселясь и играя в гнезде лотосных стоп Господа Шивы, в котором нашли прибежище птицы святых мужей, что порхают среди ветвей древа вет, несущего сладостные плоды исцеления, радости, освобождения и бессмертия. О царственная лебедь моего ума! Развлекайся с девами преданности, пребывая в глубине ослепительного дворца стоп Господа Шивы, сияющего бриллиантовым светом его ногтей, отбеленных нектарными лучами растущей луны, завораживающего рубиновым отблеском его лотосных стоп, и обрети в нём прибежище, как и те лебеди-мудрецов, что медитируют назначением хамса-мантры. Весенняя пора божественного созерцания Тхьяны наступила в саду моего сердца. Опали и развеялись старые листья грехи. Ильяна преданности, пуская новые ростки добродетельных поступков, набирает силу. Вопрос. Гуру, с точки зрения практики, не статуса, а с точки зрения самой практики, в каких случаях мантры Махавакия читается как со хам, а в каких как хам сах? С точки зрения практики, это одна и та же мантра. Там вы выдыхаете, а там вдыхаете. Со хам хам со. Всё зависит от того, как вы отсчитываете, от чего вы отсчитываете. Главное здесь дух соединения с Богом. Значение со хам хам со. Это я он, я одно. И вот этот дух, он всё углубляется, углубляется по мере того, как вы читаете мантру во время дыхания. Ом. 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 Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Аминь. 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 Продолжение следует...